Доброе утро, коллеги! Большое спасибо всем, что нашли время присоединиться к нашему вебинару. Сегодня у нас пройдет совместный вебинар Citrix компании Stratodesk и дистрибутора компании OLLI, которая является дистрибутором и Citrix и компании Stratodesk. Сегодня мы поговорим о тех решениях, которые компания Stratodesk предлагает для инфраструктуры виртуальных рабочих мест, для того, чтобы обеспечить возможность работы не только с тонких клиентов, но и в том числе превратить различные имеющиеся у вас устройства в тонкие клиенты. Соответственно, сейчас я передам слово Юлии Бусаровой, которая является представителем компании Stratodesk в России. Она вам расскажет о том, что за технические средства, интересные решения есть у компании Stratodesk. Потом мы переключим наши экраны на Алексея Петрова из компании OLLI, который проведет нам демонстрацию возможностей решений. И после этого у нас будет сессия вопросов и ответов. Вебинар наш будет записан, соответственно, он после этого будет выложен в YouTube. И ожидайте завтра, может быть, послезавтра рассылки материалов вебинара, то есть тех презентаций, которые мы сегодня будем показывать. У вас есть возможность во вкладке Questions задавать вопросы. Соответственно, во время вебинара, если есть возможность, я постараюсь на них ответить. Если во время вебинара такой возможности не будет, то у нас есть и вопросов и ответов. Мы все вопросы рассмотрим, и те, которые представляют интерес для большинства, слушатели мы озвучим и, соответственно, постараемся дать ответ. Если по какой-то причине ответ мы дать не сможем, мы, соответственно, вернемся к вам уже после вебинара, ответив на него по тому e-mail, который вы оставляли для регистрации. Итак, коллеги, спасибо большое. Юлия, даю тебе слово. Спасибо, Сереж. Коллеги, друзья, партнеры, приветствую всех. Сегодня на нашем вебинаре, посвященном такой теме, как технологии удаленной работы от компании Stratodesk, который проводим мы сегодня вместе с нашим партнером, компанией Citrix, любимым дистрибутором Oli. Сергей уже, в принципе, представил меня. Меня зовут Юлия Бусарова, и я представитель компании Stratodesk на территории России и страны СНГ. И также сегодня со мной проводить вместе вебинар будут Алексей Петров, это технический консультант Oli, дистрибуция. Покрадок будет у нас на подхвате. Это наш глобал архитектор технический. И также, как вы слышали, Сергей Халясин, наш организатор, наш партнер и главный инженер компании Citrix на территории России и страны СНГ. Про структуру Сережа сегодня уже озвучил. И я думаю, переступим тогда сразу к главному. Наша компания приветствует с радостью онлайн-коммуникацию и в нынешних событиях это очень самый удобный формат, который позволяет нам всем объединяться с разных локаций и точек. И я думаю, будет очень комфортно провести сегодня часик за обзором интересных технологий. Наша компания Stratodesk образовалась в 2006 году в Австрии, в Когенфорте. И уже в 2007 году было открыто представительство в Вене. А чуть позже, в 2010, мы расширились до Силиконовой долины. И на сегодняшний день у нас есть три основных подразделения в США, в Австрии и в России. Мы компания, как вы видите, на слайде разработчик и лидер своей ниши нашего собственного уникального программного обеспечения для любых конечных устройств, независимо от возраста, бренда. И также наш софт помогает и позволяет управлять парк конечных точек. С нами можно легко унифицировать и сделать более удобным управлением любую виртуальную инфраструктуру. А также можно переиспользовать и преобразовывать любое старое оборудование и персональные компьютеры в тонкие клеи. Мы здесь, чтобы облегчить ведение бизнеса и сделать управление IT-парком устройств легким и эффективным. Позволяем снижать затраты на обслуживание, замену устаревшего оборудования. И то, что наш софт базируется на линок, то, что мы поддерживаем передовые вебины клиенты, всем этим мы пытаемся донести, что мы заботимся о безопасности компаний. И своим решением мы стремимся упростить введение такой важной основополагающей части бизнеса, как IT-инфраструктуру. На этом слайде мы видим все наши продукты, которые мы выпускаем. No-Touch OS – наша ультрасовременная разработка, операционная система, созданная на Linux, и она может устанавливаться на любые конечные устройства. И даже на архитектуры x86, ERM, на устройства Rapsbury Pies. Этот софт позволяет превратить любой старый ПК, или тонкий клиент, или ноутбук, или Rapsbury Pies в безопасную и централизованную управляемую конечную точку при разворачивании VDI. Также доступно с нашей системой управления No-Touch Center доступно мгновенное разворачивание No-Touch OS на тысячах устройств и управление ими за одного браузера, вне зависимости от расстояния. No-Touch Center, наша платформа управления, она автоматически включена в состав лицензии No-Touch. Как вы знаете, что дать доступ к VDI-инфраструктуре – это одно, а контролировать и дистанционно управлять настройками, решать проблемы каждого удаленного пользователя, своевременно помогать ассистировать – это более важные функциональности, которые дает наш центр управления. No-Touch Go – это наше бьет устройство Brinkler Round Device, которое уже идет с предустановленной операционной системой и позволяет разворачивать удаленное рабочее место сотруднику через LiveBoot и осуществляет дистанционный контроль и управление. Но то же самое мы позволяем делать с любой USB-шкой, можно пользоваться любой USB-стик. No-Touch IoT – это то же самое решение No-Touch, но установленное на устройство интернета вещей. Девайсы будут управляться, контролироваться и автоматизированы из нашего центра управления, что значительно облегчает разворачивание IoT-инфраструктуры. Следующий у нас продукт – это No-Touch Cloud. Это наше облачное решение, которое позволяет компаниям разворачивать свою виртуальную инфраструктуру и управлять парком своих именно разрозненных устройств, находящихся в разных точках страны или мира. И опять же, все это может быть сделано на вашем внутреннем хосте, на любом арендованном или на нашем предлагаемом решении. Stratodef Cloud Extension – это наш салюшен, который помогает компаниям, у которых, допустим, строгие политики безопасности, разворачивать рабочие столы, удаленные, как в наше время сейчас все работают удаленно, со специально безопасным дополнительным туннелем, где не требуется VPN. А также можно спокойно всеми управлять из одного места одним специалистом. Вот такой краткий обзор наших продуктов. Мы поддерживаем основные существующие VDI-платформы, такие как VMware, Citrix, Windows Virtual Desktop, Amazon Workspace, Esmetanix, Microsoft Ardex. Разные соединения через браузеры, когда вам нужно иметь только приложение для виртуальных рабочих столов, хорошее интернет-соединение, и Trotodesk позволяет легко управлять всей IT-инфраструктурой компании. Теперь переходим к нашему главному продукту – NoTouch Desktop. Наш ключевое название основного продукта, который состоит из операционной системы NoTouch OS, и решения по управлению номер один – NoTouch Center для конечных устройств и тонких клиентов в мире. Наш основной продукт создан на Linux, и поэтому это максимально безопасная операционная система, не требующая дополнений, как антивирусы или других приложений, отвечающих за безопасность. И теперь расскажу, почему мы лидеры в своей области, потому что мы единственные, кто позволяет строить виртуальную интернет-соединение на любых по возрасту, виду и бренду конечных устройств, и даже на архитектурах X86, ARM и RapsburyPay. Плюс мы можем с помощью нашей ОС переназначить старые ПК в тонкие клиенты, и тогда они могут служить почти бесконечно, потому что их ресурс уже не тратится на обслуживание всей персональной системы, и, соответственно, сокращаются инвестиции в закупку новых устройств. Будет отсутствовать надобность придерживания одного бренда. А теперь я расскажу более подробно про нашу операционную систему, которая создана на Linux, она может быть установлена на любое конечное устройство, она полностью аппаратно-независима, и является единственной мультиплатформенной операционной системой для устройств на базе X86, iRAM, RapsburyPay и других. Наша операционная система включает в себя все основные предпочитаемые клиенты VDI, наиболее востребованные пенрешения, а также включает возможность включения к частным и публичным облакам, и виртуальным рабочим столам Windows. Также можно, допустим, с нашей ОС конвертировать любые ПК, ноутбуки, тонкие клиенты и устройства RapsburyPay в тонкие конечные точки. Можно развернуть нашу операционную систему на тысячу устройств мгновенно и разными способами, о чем мои коллеги чуть позже расскажут. Мы поддерживаем важнейшие функции здравоохранения, как имприват, и фуз, и также аутентификацию отпечатка пальца. С нами возможен доступ к облачной серверной инфраструктуре, например, как Citrix Xenap, Citrix Desktop и другим. Ну и главное, то, что можно переназначить, перепрофилировать новые существующие конечные устройства, что приводит к тому, что не нужно затрачиваться на припределение нового оборудования. Высокая степень безопасности дает возможность защиты своего VDI от хакеров, вирусов и других угроз. NoteTouch Center – наша платформа управления, которая позволяет управлять тысячами тонких клиентов и другими конечными устройствами, разными по возрасту и бренду, из одного простого в использовании центра управления. И какие же фичи доступны в нашей платформе. Например, легко управлять и оперировать настройками в основной панели одним специалистом. Позже ребята покажут воочию при демонстрации. Можно, например, легко создавать группы и подгруппы, подразделяя на разные функциональности и особенности, разделяя на города и под офисы, то есть совершенно уникально кастомизированные, как вам удобно и нужно в соответствии с требованиями. Очень просто настраивать и синхронизировать в соответствии с политиками компаний под любые нужды. И также распределение ролей, мониторинг, шедоинг, управление каждым устройством или всей группы. Все это легко делается одним человеком из одного места, из одного дашбора. А это наш такой очень основной концептуальный визуальный слайд OnePage Solution, на котором видно, что такое есть NoteTouchOS, наша операционная система, как она позволяет управлять совершенно разными устройствами, что такое NoteTouch Center, наша платформа управления. А главное, что мы здесь можем видеть, это преимущество Stratadest. И если кому захочется потом детально рассмотреть картиночку, то после вебинара можно попросить, и мы вам перешлем. Там почта, мои контакты, телефон и почта указаны, будут указаны в конце презентации, либо через организатора Сергея написать запрос, и он мне перешлет. И вопросы, запросы, картиночку, презентацию, все можем предоставить. Немножко уделю внимание преимуществам, то, что у нас любое аппаратное обеспечение, любые девайсы мы поддерживаем, любые платформы, обычные решения, то с нами легко развернуть и использовать, поскольку мы поддерживаем несколько вариантов разворачивания операционной системы на девайсе. Легко и очень гибко управлять одним специалистом до 100 тысяч устройств. Безопасность, потому что мы базируемся на Линуксе, плюс поддерживаем всех основных клиентов и партнеров, которые существуют в этом мире. Масштабируемость, переиспользование старых ПК в тонкие клиенты, соединение управления, рабчая работа из любой точки мира, и лояльная служба поддержки, ориентация на клиентов. Наша компания не является мультипродуктовой, мы не ориентируемся, как наши конкуренты, на производство и разработку другого оборудования, сервину, железа и так далее. Мы сконцентрированы только на разработку софта, поэтому мы очень много уделяем времени нашей поддержке клиентам, если в случае надобности такое возникает. И финансовые преимущества, как бы здесь показано, как можно сэкономить инвестиции, расходы. Позже мы это можем более детально рассмотреть. Как мы обеспечиваем удаленную работу? С помощью нашей системы управления разнообразным парком конечных устройств, на которых установлена NoTouch OS и является сама по себе безопасной за линтой основы, с помощью выделенного расширения Cloud Extension, которая дополнительно создает туннель безопасности для тысяч устройств компаний, которые разбросаны по домам удаленных сотрудников. И если требуется поддержка VPN, то у нас включены 7 основных клиентов. Позже скажу, какие. И с помощью USB-устройства и предустановленного на него NoTouch OS можно развернуть дома виртуальное рабочее место с сохраненными настройками безопасности вашей компании, как того требуется. И теперь удаляемся более детально наше решение по удаленной работе. Cloud Extension. С помощью нашего решения мы можем расширить возможности управления конечными точками NoTouch Center через банально стандартное подключение к интернету для устройств, где бы они ни находились. То есть главное, чтобы был интернет. Здесь на картиночке мы видим три простых варианта реализации. Это решение является идеальным для простого подключения к конечным точкам в удаленных местах или к тем, которые используются мобильным сотрудниками. И при этом сохраняя все высокие требования безопасности внутри компании. И что мы имеем, если мы добавляем это расширение Cloud Extension. Можно будет исключить VPN и выделенные линии с помощью одного виртуального маршрута со Stratodesk NoTouch Center. Также доступно развертывание конечной точки с установленными NoTouch в удаленных местах. И это приводит к тому, что не нужно тратить бесчисленное количество этих ресурсов для ручной настройки управления разнородными разбросанными устройствами. Также безопасный протокол на основе HTTPS шифрует конфиденциальную связь между управлением и конечной точкой. Также там у нас сертификаты авторизуют и антифицируют все соединения. Совершенно безопасная и передовая программная архитектура в сочетании с возможностью вносить изменения в режиме реального времени, если нужны какие-либо изменения. Это решение, да, Cloud Extension развертывается или локально, или в вашем частном, или общедоступном облаке. Или может быть размещен на нашем облачном решении, на нашем стартодесе. С помощью всего перечисленного мы можем решить практически любой сценарий корпоративного безопасного использования. No Touch Go. Этим решением, как бы, это такое устройство No Touch Go, которое пока в России у нас недоступно. Но, как я уже говорила, мы можем осуществить эту функцию с помощью любого USB-девайса. То есть удобство переноса своего рабочего места в любую другую локацию с помощью USB-стика, нашего решения No Touch Go, и вариантами развертывания через LiveBoot или Installer. Все это дает удобство в сохранении безопасной удаленной работы. VPN поддержка. Наша компания на сегодняшний день поддерживает 7 клиентов, всем вам известным протоколом безопасности VPN. И если таковое требуется для осуществления удаленной работы, мы предоставляем этот способ для поддержания осуществления деятельности компании, кому нужно отправить работников на удаленную. Корпоративное дополнение. Если к нам есть запрос с особыми требованиями безопасности, то мы предоставляем дополнительное расширение по Disk Inscription и Network Manager Plus. И сфера. В любой сфере, независимо от профиля, мы удовлетворяем запросы компаний, стараемся удовлетворить по сохранению и осуществлению удаленной деятельности сотрудников. И поддерживаем все необходимые требования к безопасности внутренних процессов. Мы применимы в любую IT-инфраструктуру. Наши технологические партнеры. У нас более 40, ну, наверное, даже более 50 технологических партнеров. И поэтому все обновления, апдейты мы вносим в программное обеспечение в считанные дни. Что позволяет пользователям быть обновленными первыми и идти в ногу с прогрессом. Мы поддерживаем любые виртуальные решения BDI, DA, SOT и упрощаем централизованное управление в любом парках устройствах, сокращая затраты на инвестиции и новое оборудование. И необходимость обновления сторонних операционных систем и средств защиты тоже освобождаются наши заказчики, потому что этого не требуется с нами, потому что у нас заключены договоры, договора со всеми указанными партнерами, и вы первыми получаете 3-5 дней все необходимые в ногу. Это заключительный слайд, на котором видны контакты. В случае любых вопросов обращайтесь, либо пишите через Сергея. На этой заключительной своей ноте я передаю слово Алексею Петрову. Коллеги, всем доброго дня. Меня зовут Алексей. Я технический консультант компании Оля. Сегодня хотел показать вам, в общем-то, мы послушали, что такое Стратадеск, и сегодня я хотел показать вам, что он из себя представляет. И, наверное, нас немножко подогрела существующая обстановка в мире, почему мы собрались именно по этой теме, потому что, с одной стороны, Стратадеск как система и архитектура это прекрасное решение для времен, когда работает все хорошо, когда у нас нет никаких вирусов, когда у нас сотрудники работают в офисах, а не дома. Даже в этом режиме мы получаем, на самом деле, выдающуюся систему, и мы увидим, почему. Но в текущей ситуации, вы все знаете, сейчас очень много компаний срочно пытаются перейти в онлайн, ищут решения, особенно если у них нет таковых. И, с одной стороны, Стратадеск сам по себе не предоставят вам виртуализацию или удаленный доступ. То есть вам все равно нужно, там, Цитрикс самое лучшее решение будет. То есть, например, я сейчас вам вещаю со своего домашнего компьютера, точнее, я сижу дома, вы видите содержимое моего рабочего компьютера, то есть я подключен удаленно через Цитрикс, прекрасно себя чувствую, работаю там и с графикой, и с дизайном. Но, например, скажем, у нас Цитрикс в обычной ситуации, помимо того, что мы можем разворачивать виртуализацию на каких-то корпоративных устройствах, у нас давно уже существует такое понятие, как BYLED, то есть bring your own device, то есть устройство, которым пользователь пришел, свое личное устройство. И, в принципе, мы на эту вещь, ну, как бы, посматривали, ну, классно, что есть, но особо, наверное, внимания не обращали. Вот ситуация сегодняшнего дня, по большому счету, вот когда все офисы переехали домой и все заходят в корпоративную сеть именно со своих устройств, то получается основное, подавляющее большинство устройств, это именно устройства непонятного происхождения. И это сразу вызывает массу проблем, потому что пользователю надо понимать, куда заходить, как заходить, а если есть какой-то VPN, а если там заморочки с сертификатами, а пользователь представляет себя бухгалтера, который умеет только Excel-ем пользоваться, и ему все это настраивает, ну, вообще никак, нет у него никакой возможности, соответственно, Startadesk со своими решениями, которые позволяют вам и переделать на совсем, и переделать только на время пользования вашим устройством, то есть ваше устройство может превратиться в полноценный тонкий клиент, которому пользователь не должен, то есть, который пользователь не должен никаким образом настраивать. То есть он, например, получает от администратора флешку, вставляет эту флешку в компьютер там или в тонкий клиент, и просто грузит с этой флешки, и на флешке уже все прописано. На флешке прописано, если, например, вот, ну, вернувшись к этому слайду, буквально пару слов, еще раз, скажем, вот вы услышали, что есть некая концепция Startadesk, есть некая платформа NoTouch. NoTouch, вот это слово у нас, мелькает там и NoTouchOS есть, и NoTouchCenter есть. По сути, вот NoTouchOS, если еще раз, как бы, пробежаться, ну, суммируя, NoTouchOS, это именно та операционная система, которая основана на Linux, которая устанавливается на конечные устройства, на тонкие клиенты, на компьютеры. NoTouchCenter, это управляющая среда, соответственно, как бы, вся эта платформа работает под эгидой NoTouch. Если чуть-чуть более структурно посмотреть, что это все из себя представляет, то мы видим примерно следующую картину. То есть, в качестве конечных устройств мы подразумеваем огромное количество практически любых x86 устройств, причем, не важно, там их действительно возраст, то есть, плюс-минус 10 лет эти устройства должны работать хорошо. Точно так же подразумевается практически весь парк ARM-устройств и их собратьев Raspberry Pi. То есть, Raspberry Pi 3, 4, все эти устройства сейчас поддерживаются и на эти устройства, то есть, сам NoTouch OS, он, соответственно, накладывается как операционная система. То есть, то, что мы называем Desktop, NoTouch Desktop, это совокупность некого железа крайне маломощного и NoTouch OS сверху, как Linux операционка. А NoTouch Center слева, это, в первую очередь, виртуальный appliance, то есть, это виртуальная машина, которая скачивается, например, в формате OVF, для Citrix VMware гипервизоров и в формате VHD для Hyper-V. Ну, там примерно, если вот кому интересно, мне все-таки сказали, что среди нас, наверное, будут больше инженеров, то есть, сразу все понимаем, что не так уж много ей требуется, буквально 4 там виртуальных процессора, 4 гигабайт оперативы, 40 гигабайт диска, то есть, у нас есть виртуальный appliance, поверх него стоит вот сам софт, само программное распечатление NoTouch Center, которое, по сути, ну, для нас, как для администратора, это веб-бейст приложение. И вот между этими устройствами происходит, ну, некая магия, некое общение, которое позволяет нам, ну, собственно, пользоваться всей этой структурой. И что же такого особенного? Потому что, ну, во-первых, и тонких клиентов масса, и операционных систем, на которых работают тонкие клиенты масса, и все более-менее уважающие себя производитель, они так или иначе, ну, предлагают какую-то систему управления к своим тонким клиентам. И вроде как все это есть, но вы никогда не встретите, вот, с уверенностью, можно сказать, ни одного производителя систему управления, которая предоставляет вам такое количество настроек, такую глубину кастомизации и конфигурации, которую вы можете получить с Artodesk. То есть, по большому счету, здесь вот красненьким выделено, ну, это просто тут буквально из, не знаю, двухста, например, функций, там 5-7 можно выделить. Основное преимущество это глубина конфигурации менеджмента, это возможность автоназначения, таким образом, чтобы новые устройства, которые просто появились в сети, у которых прописано, куда нужно обращаться, когда они просто вот интернет почуяли, они уже знают, куда им нужно, куда им нужно писать, чтобы получить свои настройки, чтобы получить свои политики, чтобы получить свои обновления. и, соответственно, происходит это, ну, абсолютно автоматически, то есть, это можно настроить, прописать все правила, как именно это делается, мы посмотрим. И сам вот этот процесс, он также происходит, ну, в разных режимах, то есть, у вас на вашем устройстве, ну, TouchOS может быть предустановлена, например, там, с СОшника, она туда может быть установлена, централизована через политики безопасности, там, MSI, MSI-пакетами, у вас они могут централизованно грузиться по сети, у вас просто, например, в DHCP, там прописаны опции, которые раздаются на устройстве, и устройство знает, куда им бежать, чтобы грузиться по сети. Грузиться они могут, как получая установщик операционки, то есть, вы просто имеете парк 100 устройств, в сети хваткнули, включили, они постучались, куда им надо, и на них скачались дистрибутивы, они сразу превратились в постоянные, тонкие клиенты. Либо вы можете точно так же по сети, например, подключиться к серверу, и получить от него операционку в live-режиме на время пользования. То есть, пока вы используете устройство, вы работаете в стратадеске, перезгрузили, загрузились там не из сети, вернулись в свой обычный компьютер. И, соответственно, смотрите, я не буду вас мучить презентации, постараюсь побольше показать именно живых настроек. Я просто еще раз повторюсь, вот No Touch Center, то, на что, в общем-то, будет направлен весь наш взор в этой демонстрации, он состоит из двух частей. Это виртуальный appliance, и No Touch Center, как консоль управления. Соответственно, если мы перейдем в нашу демо-среду, в данном случае, не вдаваясь в подробности, это небольшое Citrix развертывание, есть домен, есть delivery controller Citrix, есть Startadesk, центр управления, есть несколько тонких клиентов. Это все развернуто на гипервизоре. И, соответственно, мы попробуем этим немножко покрутить, поуправлять. И первое, с чего я хотел начать, это именно вот эти два окошка, которые представляют из себя две ипостаси No Touch Center. Первое, на чем все основывается, это непосредственно сам виртуальный appliance. И, в первую очередь, я буквально пробегусь немножко по этим менюшкам, потому что, смотрите, вот в начале, например, вот вы все слушаете, что вот есть некий Startadesk, и что он какой-то замечательный. И вот сказать, что он замечательный, потому что вот то-то и то-то, какие-то 2-3 киллер фичи, там, ну, нельзя сказать. Startadesk замечательный, потому что у него 200 очень хороших фич, да, то есть у него вот эта вот глубина возможности настройки, она настолько большая, что именно это может привлечь вас, в ваших проектах, вас как партнера, вас как, может быть, заказчика. И, соответственно, этим я и буду заниматься. То есть я постараюсь вам показать то, что вы, может быть, не знали, что здесь можно настроить, и, может быть, не знали, что такие вещи, например, здесь есть, а у кого-то нет. То есть в первую очередь, естественно, центральная точка, она может выступать как хранилище образов для обновления операционных систем, для обновления прошивок. В данном случае Startadesk, вы видите, вот здесь уже загружен некий образ, и он состоит из нескольких частей. Startadesk, он свои обновления имеет в нескольких видах. С одной стороны, это может быть обновление операционки, то есть если у вас уже устройство имеет операционную систему, ему нужно отправить на небольшое обновление. С другой стороны, на какое-то устройство нужно установить операционную систему, соответственно, пакет этот будет большего размера, это будет другой пакет. Соответственно, эти оба пакета загружаются сюда, здесь же это все может храниться в сколь угодно большом объеме, вы просто потом будете выбирать для какой устройства какой из образов устанавливать. Образа имеет свою некую мнемонику, где человек, знающий, может понять, для каких серий, для каких серий, устройств, какой версии этот образ предназначен. Соответственно, я, наверное, одно лирическое отступление сделаю. В какой-то момент я сказал, что все вот эти вот NoTouch Desktop устройства, они знают просто подключившись сеть, куда им идти, куда им стучаться. Знают они это потому, что вот у этого устройства, NoTouch Center, у него с завода идет хостнейм TCMGR, TCMGR, и вот этот хостнейм вам, как администратору, перед тем, как это все запустить, нужно прописать в DNS. То есть, каждое конечное устройство, оно будет всегда искать именно хостнейм TCMGR в DNS, который он доступен, и, соответственно, получит IP-адрес и попадет именно на NoTouch Center. Имя это менять можно, но не рекомендуется. По крайней мере, так советует сам вендор. FileStore. FileStore, ну, скажем, в данном случае это не интерактивное менюшка, это больше вам рассказать и показать, что и где на этом Appliance может лежать. Как минимум, можете заметить, что Appliance может выступать как WebDAV шара, то есть ресурс, который может раздавать свое содержимое при обращении по сети, либо он, в принципе, может выступать как CIF шара, то есть какие-то элементы можно положить, скачать, не знаю, удалить, просто зайдя на этот элемент как на CIF шару. Что касается, например, PXE, да, то есть загрузки по сети, то есть есть компоненты, которые, с одной стороны, нам позволяют эту функцию там включить-выключить, то есть есть, например, некоторые варианты, когда, ну, в инфраструктуре запрещено иметь подобного рода систему включенной, и вы, в принципе, предполагаете разворачивать свои операционные системы каким-то образом другим. Так или иначе, есть настроечка, можно включить-выключить, вам она дружелюбно расскажет, какие опции в вашем DHCP вам нужно настроить, прямо с указанием конкретного IP, с указанием конкретных названий файликов, которые будут доступны для конечных устройств с обычным BIOS, либо конечных устройств с UEFI. Соответственно, но вот эта вот конфигурация, волшебная, про которую я рассказывал, она также имеет, ну, свои определенные настройки, то есть вы можете назначить, какой образ по умолчанию будет доступен устройствам, будет доступна их реакция, то есть насколько, то есть через 5 секунд, например, они начнут что-то устанавливать, после того, как они постучатся на ресурс. Есть вариант, например, когда вы вот подобным образом настроили, то есть здесь буквально все по дефолту. Единственное, здесь вот уже загружен этот образ в двух ипостасях, здесь есть установщик и прошивка. В данном ключе у вас устройства будут грузиться в Live-режиме, если вы хотите, чтобы они при этом устанавливались, вам нужно будет буквально прописать здесь, буквально прописать одну команду Auto-Install. Далее, что касается настройки своего виртуального Appliance, видим, есть с одной стороны возможность настроить HostName, не рекомендуется его менять, есть возможность настроить прокси, если вдруг у вас какие-то, если у вас интернет, например, нужно через прокси прокидывать. NTP, настраивать службы включения-выключения SSH SAMB для передачи файлов, все это присутствует. Есть у нас возможность, если, например, вас не устраивают самоподписанные сертификаты, хотите, чтобы у вас взаимодействие с самим центром, ну, как вот здесь, в данном случае, сертификат не не самый кошерный, да, то есть, можно вставить сертификаты, подписанные какими-то удостоверяющими центрами, более широко признаваемыми, есть у вас масса настроек по непосредственно файроволу внутри этой виртуальной машины, то есть, с одной стороны, их трогать вендор не рекомендует, может быть, за исключением Zercon, TFTP, SSH, SAMBA, то есть, если в вашем окружении эти порты должны быть закрыты, всего, никакого трафика такого рода не должно быть, это можно заменить, и, соответственно, здесь же дальше можно поговорить про апдейты, обновляется данный NoTouchCenter, еще раз теперь, скажем, в трех апостасиях, с одной стороны, все начинается, если вернуться, опять же, к слайду, начинается с того, что сам виртуальный appliance, он основан на Ubuntu, на Ubuntu 18.04, соответственно, вот этот Ubuntu, если у вас в NoTouchCenter есть выход в интернет, то по-хорошему, ну, вы можете нажать кнопку StartUpDate, она запустит обновление самих компонентов ядра Linux, с другой стороны, здесь у нас есть две кнопочки, которые нам позволяют загрузить обновление для виртуального appliance, то есть, для его подноготной между операционной системой и ПО NoTouchCenter, и, соответственно, можно загрузить обновление на сам NoTouchCenter. Обновление процесс буквально в один клик, то есть, мы заходим в менюшку, либо drag and drop сюда файлик, депп файлик с обновлением, либо мы просто выбираем его здесь, ну, в данном случае уже все обновлено, так или иначе, нажимаете Open, и все, то есть, дальше он и загрузится, и установится, и вот эти обновления, они устанавливаются буквально там за считанные секунды, то есть, буквально через минуту вы вернетесь обратно в апдейт, и увидите, что у вас обновилась версия там и Appliance, и, например, NoTouchCenter, и это даже без перезагрузки. Важная вещь касается такой концепции, скажем, как репликации, которая в данном случае не совсем относится к отказоустойчивости, как вам может показаться, это больше связано с экономией трафика при широком географическом развертывании. Например, у вас ваше основное устройство NoTouchCenter со всеми образами, которые, ну, все равно весит какие-то гигабайты, оно, например, находится в Москве, и у вас есть офис далеко, да, и, соответственно, чтобы каждый раз, когда кто-то в далеком офисе у вас обновлял эти тонкие клиенты, чтобы по ван-каналу, по интернет-каналу не слався большой объем информации, вы можете в далеком офисе развернуть второй инстанс такого же NoTouchCenter и настроить его как репликант. В том NoTouchCenter вы укажете хостнейм мастер, мастер ноды, укажете вот такой вот IP-адрес той мастер ноды, здесь буквально несколько каких-то совершенно понятных настроек, в плане частоты обновлений и когда эти два устройства будут знать друг о друге, то между ними постоянно будет настроена репликация таким образом, чтобы вот те самые образа, которые нам не хотелось бы постоянно таскать по сети, по ван-каналу, они бы всегда лежали непосредственно в филиале под рукой у того устройства, которое должно быть обновлено. И следующий момент, который также хотелось бы отметить и перед тем, как рассказать про настройки, а я, наверное, перейду к следующему слайду, на этом слайде мы с вами посмотрели концептуально структурно и, ну, в принципе, здесь, скажем, все понятно, если это локальная сеть, корпоративная сеть, где-то локальный ЦОД и локальные конечные устройства. Если мы все-таки говорим особенно в условиях вируса и повсеместной работы в хоум-офис, когда люди сидят далеко за пределами корпоративной сети, то нам, скажем, для управления вот этими устройствами, которые у пользователей могут быть на их стороне, понадобится дополнительный элемент, который называется Cloud Extension. По своей природе Cloud Extension это не что иное, как просто еще один инстанс No Touch Center. То есть, это точно такой же инстанс No Touch Center, просто в котором в данном случае можете видеть вот 10.10.0.10 это мой основной No Touch Center, 10.10.0.11 это вот тот инстанс, который был превращен в Cloud Extension. Превращается он нажатием буквально двух кнопок. Нужно его включить кнопкой вкл, чтобы он стал в состоянии on и сохраниться. И затем я сейчас быстренько пробегу в меню, о котором я еще пока не рассказывал, но я, по крайней мере, просто быстро покажу, что в настройках No Touch Center, который основной, вы просто копируете SSH Public ключ, нажимаете кнопочку копия, вставляете сюда IP-адрес этого экстеншена и вставляете сюда вот этот ключ. То есть буквально эти три процедуры вкл, вставить ключ и добавить IP-адрес. Все. Таким образом, у вас, возвращаясь к этим слайдам, вот это устройство, которое у вас, по идее, должно стоять где-то в DMZ, например, оно превращается в Cloud Extension. Я, ну, скажем, технически проговорю одну вещь, что здесь вот у этого устройства сетевой интерфейс только один. Вот. Может показаться, что их два, но на самом деле он один. Поэтому между этими сетями, между корпоративной сетью и DMZ должны быть какие-то маршруты, то есть устройства в этой сети, они должны иметь возможность попадать в сеть, в которой, например, должен располагаться в Cloud Extension. И что происходит? Если на этот единственный его интерфейс настроен какой-нибудь NAT внешнего интерфейса интернет, этот адрес, он прописан на конечных устройствах вместо стандартного TC МГАР данной записи, которую они обычно ищут. То есть, вот та флешка, которая превращает эти устройства в конечные точки, либо это просто предустановленные конечные устройства, в них достаточно зайти и прописать всего лишь одну настройку. То есть, на флешке она уже будет преднастроена вашими администраторами. Но если вдруг у вас устройство никем не настроено, вы уже сидите далеко, но зайдете в менюшку и напишите адрес этого Cloud Extension. То есть, там будет, грубо говоря, IP, порт, и это устройство, оно уже автоматически будет через Cloud Extension реверс проксироваться на корпоративный No Touch Center. При этом, когда вы включаете вот этот No Touch Center в режим Cloud Extension вот этой кнопкой, если в случае No Touch Center у нас есть две консоли, ну, я покажу, как в них попадать, то в случае с Cloud Extension консоль No Touch Center пропадает. То есть, Cloud Extension, он единственное, куда вас может пустить, это вот сюда, то есть, настройки виртуальной машины. Никаких настроек самих конечных устройств с их ресурсами политической безопасности на Cloud Extension нет. потому что он все-таки находится уже в более такой уязвимой части. Соответственно, этот Cloud Extension мы можем разместить как, ну, оставляя здесь в периметре в этом в ЦОДе, можем этот Cloud Extension положить на наше облако по выбору, либо можем положить на облако, которое выбрал для себя Стратадеск, они размещаются в Амазоне. То есть, этот Cloud Extension может, например, вам предлагаться как услуга. Я надеюсь, вы не сильно утомились по поводу виртуального Appliance, и теперь можно перейти непосредственно к No Touch Center. Ну, или просто, если вам интересно, если просто заходить на само окно логина, то есть, в No Touch Center вы попадаете либо в это окошко, логин вас перенесет в No Touch Center, либо можно нажать на кнопку мелким шрифтом, и попадете в окошко настройки виртуальной машины. Соответственно, No Touch Center, то есть, вот то, чем мы горды, горды как партнеры вендора горды как дистрибуторы, то есть, это та самая сфера, где происходит, ну, скажем, вся магия. Основные отличия, основные преимущества No Touch Center, в первую очередь, они заключаются вот в этой области. В этой области мы видим некую иерархию. Эта иерархия состоит из логических единиц, в которые мы объединяем наше устройство. По умолчанию в данном случае ничего нет, тем не менее, если только-только устройство появляется в сети, оно по умолчанию попадает в папочку Unassigned. То есть, No Touch Center о нем становится в курсе, что с ним сделать пока непонятно. И с одной стороны у нас есть возможность вручную это устройство, например, перенести в группу один, или вот, если чуть более понятно, можно сказать, есть группа Россия, в группе есть подгруппы Москва и Санкт-Петербург. Что нам это дает? Каждая группа, она с одной стороны, помимо ручного режима, обладает возможностью авто-назначения. То есть, в данном случае вы видите список параметров или фильтров, по которым устройства могут автоматически падать в эту группу. Например, вы можете назначить некий паттерн со звездочкой, что вот вы знаете, что 10 устройств ваших бухгалтеров, они начинаются с букв NTD, там, BOOH, например, вы вот сюда ввели этот паттерн, и, соответственно, все эти устройства, они как только появятся в сети, они сразу упадут, например, в папку Россия. Помимо настроек вот этого автоэсаймента, в каждой группе она несет сам набор настроек. И, по сути, вот то, что сейчас, ну, вы видите, кто-то может быть в первый раз, кто-то может быть не в первый раз, но я вам напомню, это, по сути, как раз вот то, что вам больше всего должно быть интересно. Это, скажем, если вот открыть все настройки, в данном случае вы видите, Стратадеск нам предоставляет возможность категоризации этих настроек, можете посмотреть на ползунок справа, как медленно он скроллится, то есть настроек, которые вы можете назначить на своих устройствах, настолько много, что их, ну, тут даже просто отскроллить очень сложно, поэтому они все разгложены по категориям, и невозможно, естественно, даже сейчас пробежаться по всем, тем не менее, все, что касается каких-то основных манипуляций с устройствами, например, там, назначение вот менеджмент адресов, назначение тех операционных систем, тех обновлений, которые должны будут на эти устройства накатиться, то есть в данном случае вот можно выбрать, например, образ, каким образом эти обновления накатываются, какие из аудиоустройств на устройства задействованы, там, HDMI, DisplayPort, USB и так далее, одних только настроек самого есть огромное количество, то есть есть настройки, что касается дисплеев, потому что к конечному устройству может быть подключено один дисплей, два дисплея, отображать их по всю ширину, клонировать или еще каким-то образом, скринсейверы, обои рабочего стола, то есть вы, конечное свое устройство можете брендировать таким образом, чтобы у вас обои рабочего стола были какие-то, ну, уникальные. Все, что касается принтеров, драйверов, проброса USB-устройств, все, что касается Hotkey, то есть в данном случае есть масса функций, которые могут или не должны работать на тонких клиентах, которые вы хотите ограничивать, которые связаны с взаимодействием с Linux-системой, то есть эти Hotkey, которые здесь перечислены, и те функции, которые они обозначают, там, показать, скрыть какое-нибудь окно, там, повысить, там, уменьшить, не знаю, звук, все это настраивается. Настраивается огромное количество всевозможных сетевых настроек, в том числе настраивается, вот, были, были кейсы, когда коллеги искали именно систему управления, которая позволяла бы настраивать подключение тонких клиентов в сетях сутентификации 802.1x, то есть, натыкались, что мы сравнили с другими системами, где не хватало настроек, которые были необходимы заказчику. Здесь этих настроек, ну, вы видите, просто преогромное множество. Говоря про сетевые настройки, Юля также в своей презентации, ну, может быть, я сдвинусь еще на один слайд вперед, напомню, что ваше устройство, помимо того, что, в принципе, могут, ну, просто через интернет, через HTTPS попадать в ресурсы корпоративные ваши, вы можете воспользоваться также какими-то существующими дополнительными VPN клиентами, VPN системами. Вот это количество VPN систем поддерживается на данный момент, и они, ну, естественно, не просто поддерживаются, они имеют огромное множество своих настроек, то есть, вот вы видите, например, Cisco VPN, что, то есть, то, что относится к Cisco VPN, Open Connect, то есть, вот, там сертификаты, то есть, на каждую, на каждую разновидность вот этих вот VPN систем есть свои настройки. Поэтому, не знаю, я даже вам просто рассказываю, я уже немножко так, ну, шеломлен, сколько здесь есть всего, сколько я себе всего выписал, хотел рассказать, и сколько рассказать не получается просто по времени. Тем не менее, ну, элементарно такие вещи, как запрет USB портов, либо blacklist, либо whitelist, можете настраивать whitelist, какие флешки должны срабатывать, какие флешки не должны срабатывать. То есть, настраивать можно массу-массу всего. И возвращаясь, вот, опять же, к нашему древовидному, вот этому устройству, иерархия, в чем, опять же, удобство, удобство заключается в том, что эти настройки, они имеют, ну, иерархическую природу, то есть, они наследуются. То есть, у вас на группу «Россия» может быть один минимальный набор настроек, а в более частных группах, например, в группе «Москва», у вас может быть другой, более узкий набор настроек, который, с одной стороны, будет включать уже все настройки с группы «Россия», с другой стороны, он будет иметь какие-то свои настройки. То есть, в данном случае, например, в группе «Москва», мы видим, что не дефолтных на нее приехало вот это количество настроек, но в самой группе «Москве» мы можем посмотреть, что задана только таймзона одна. И, собственно, помимо настроек, мы в этой иерархии видим сами устройства. То есть, в данном случае «НТО-С02», «НТО-С05» — это тонкие клиенты, которые развернуты на гипервизоре локально, и мы видим их состояние, они у нас онлайн, мы видим их IP-адреса. Многие настройки мы можем назначить им отдельно, не взирая на групповые настройки. К этим устройствам мы можем подключиться, то есть, с одной стороны мы можем подключиться, например, к пятому устройству мы можем подключиться через «Шедоинг». режим «Шедоинг». Режим «Шедоинг» — это непосредственно доступ к рабочему столу, к рабочему месту вашего тонкого клиента. То есть, в данном случае за пару кликов мы видим, что на данном... То есть, это вот то, как выглядит, собственно, стартодеск-система, это то, как выглядит «Ноутач-УС», это минимальное окружение, не знаю, в кывыкал, и набор тех соединений, тех ресурсов, которые в данном случае для этого устройства назначены. Помимо «Шедоинга», например, если вы не хотите пугать пользователя спонтанными движениями мышки, и при этом, естественно, вы можете настроить так, что у вас «Шедоинг» будет спрашивать, а можно ли администратор сейчас поковыряется у вас на тонком клиенте, вы можете подключиться непосредственно к самому тонкому клиенту в виде его веб-консоли с его настройками. То есть, в данном случае я подключился через «Web Access», я не вижу рабочего стола, я вижу просто список меню, список настроек, которые соответствуют данному тонкому клиенту, включая, например, информацию абсолютно исчерпывающую, которая мне показывает там все, что на нем настроено, включено, установлено в виде софт-вэй или хард-вэя, то есть, если вдруг что-то у нас не стыкуется по групповым политикам, идем с разноустройств и смотрим, а что там по факту сейчас работает. И, соответственно, помимо того, что мы устройство можем каким-то образом настроить, чтобы оно нам соответствовало политикам безопасности и делало то, что оно должно делать, и не делало того, что не должно. Есть такая, скажем, сущность, которая у стратодеска называется connection или соединение. Это можно обозначить как приложение, либо это можно обозначить как VDI, то есть, это некий ресурс, который мы можем настроить. В данном случае вот для группы 5 у нас назначено настроено три ресурса. Настраиваются они буквально на кнопку нажатия new connection и мы еще здесь один ресурс такой создадим, но буквально бегло посмотреть, что это из себя представляет. В первую очередь, когда вы создаете connection, вы задаете тип. Это тип может быть ссылка в браузере, например, там в Firefox. Это может быть хромиум-движок, который вы будете использовать для доступа, например, к Storefront, к вашим приложениям и к этому движку хромиум будет уже в Workspace Hub прикручен. Это может быть ресурс уже типа Workspace Hub. Это может быть ресурс типа Workspace Hub, который преобразует ваше Raspberry Pi устройство, о котором мы, к сожалению, сегодня не успели поговорить, но, наверное, уже не успеем. То есть, Workspace Hub это устройство на базе Raspberry Pi, которое себе несет функционал, позволяющий быстро перекидывать, скажем, пользователю сессию со своего телефона, на котором он аутентифицировался, у него там уже запущены эти ресурсы. Он ехал в метро, с телефоном к работе готовился, пришел в офис, там, например, отсканировал QR-код, на своем клиенте у него на мониторе будет QR-код, либо просто положил рядышком телефон, его сессия перелетела магическим образом на тонкий клиент. Ушел из офиса, пальчиками смахнул, сессия тоже потерялась. Помимо этого, здесь вот этих типов ресурсов полиподключений, пути, SSH, RDP, здесь огромная масса. Соответственно, это может быть, например, окошко со Storefront, это может быть, например, Workspace App, где буквально прописали юзерный пасворд, домен, прописали местоположение Storefront, и буквально настроив вот эти несколько галочек, если мы вернемся к этому устройству нашему, вот эти ресурсы у нас появляются как такие ярлычки. То есть, нажмем на калькулятор, калькулятор у нас настроен как ресурс Workspace App с указанием конкретного приложения, то есть он должен запуститься как отдельное приложение. Пока он думает, он может думать еще долго, я предлагаю быстренько создать еще одно еще один ресурс, мы назовем его Notepad, то есть вот буквально вы выбираете, мы хотим, чтобы это был ресурс Workspace App, мы знаем, что юзер один, буквально ввели имя пользователя, пароль, ввели ваш домен, и здесь вот в настройках этого Workspace App ресурса мы буквально вводим адрес где находится Storefront и как вариант, если мы сюда ничего не введем, мы получим просто Workspace App со списком приложений, либо мы можем ввести сюда название самого приложения, если мы точно знаем как оно называется. И вот я сейчас носил какие-то изменения, вы видите, что я нигде не нажимал никаких кнопок Save или OK, то есть все изменения в стартодеске они сразу сохраняются, но чтобы эти изменения перелетели, перешли, анонсировались на устройство, мы нажимаем на кнопку Announce, нажали на кнопку Announce, сразу бежим на вот этот тонкий клиент, и сейчас, то есть, ну, обычно этот тонкий клиент, он моргает, получает какие-то настройки, вот он сейчас моргнул, было три ресурса, стало четыре ресурса. Давайте сейчас попробуем запустить Workspace App, немножко он там поднапрягся, тем не менее, вот так выглядит Workspace App в реализации Linux Stratodesk, то есть, это список ресурсов, которые для пользователей доступны, там есть приложение, можем два раза кликнуть, например, открыть VDI Desktop, ну, вот у нас уже грузится, ну, вот мы попали на Windows Desktop, все довольно быстренько, шустренько, точно так же просто дисконнектимся, ну, и тот самый Notepad ресурс, наверное, все-таки нас должен порадовать, если мы его попытаемся открыть, то он у нас запускается просто как символ с приложения, то есть, в принципе, ну, можете либо через Workspace App, можете либо натыкать себе герлочков приложения, которые обычно используете. Вот, коллеги, 12 часов, пробегаясь по шпаргалкам, у меня написано еще, наверное, половина того, что я хотел рассказать. Сергей, вот как нам лучше поспрашивать, если есть какие-то вопросы? Давай, наверное, сейчас перейдем к вопросам, может быть, в результате каких-то вопросов у тебя будет возможность еще что-то продемонстрировать. Значит, смотри, из тех вопросов, которые были, такой вопрос, есть ли поддержка iOS или Android для того, чтобы можно было удаленно шедовать мобильные устройства? Ну, я ответил, что, скорее всего, нет, но давай так, поскольку вы специалисты, и по вопросу, наверное, к вам. А здесь, наверное, вопрос не совсем корректен, потому что, ну, мы шедуем ноутач OS, да, то есть, мы, как бы, мы из устройства, которое, может быть, там, до этого было Linux, Windows, ну, может быть, даже там, еще чем-нибудь, мы из него делаем другое устройство, мы из него делаем устройство на базе Linux, ноутач решение, соответственно, совсем то, о чем коллеги подумали. Здесь больше, наверное, имело бы смысл такой вопрос, когда речь шла про управление мобильными устройствами. Клиент до Stratodesk, у пользователя, внешнего белого IP нет, он, клиент, находится за над. Поддерживается ли reverse VNC через no VNC? Это поддерживается, поддерживается, по крайней мере, на бумаге. То есть, надо настраивать, да. То есть, белый IP, он должен быть только на на Cloud Extension. Где был мой простой слайд? То есть, вот на этом Cloud Extension белый IP. Хорошо. Михаил Ильянчик просит включить микрофон, чтобы он мог задать вопрос. Михаил, я вам включил микрофон. Задавайте. Прием, да. Добрый день всем коллеги. Смотрите, я про мобильные устройства хотел, так сказать, скорректировать вопрос. Вот в плане, имеется в виду, вот можно ли с мобильного устройства, допустим, там iOS, Android, зайти вот на тот же сайт, допустим, там какой-нибудь, хотите, PS, и чтобы там, допустим, раскрылся рабочий столб. В этом плане. Скажем так, если речь идет про технологии Citrix, то, конечно, можно. Да, можно взять, поставить на iOS, на Android Citrix ресивер, либо пойти через браузер технологию HTML5 зайти. вопрос в том, каким образом тут Stratodesk может быть использован. Ну, давай, Алексей, попробуй, можно ли что-то сделать так, чтобы ходить с мобильного устройства куда-то на Stratodesk, а может быть, на тонкий клиент, чтобы оттуда ходить уже дальше в инфраструктуру Virtual Apps and Desk. Но вообще Сергей сказал абсолютно правильно, потому что, с одной стороны, вас, ну, никто не принуждает использовать Stratodesk, вы просто можете использовать Workspace App, установленный на свой телефон, там, на свой компьютер, или заходить через браузер и пользоваться виртуализацией Citrix, или, может быть, ну, еще какой-то, без Stratodesk, просто вот, средствами самой виртуализации. А Stratodesk, вот, он вам именно, как бы, будет любопытен, если вы хотите свое устройство преобразовать во что-то, то есть оно было там непонятной природой самой по себе, а вы можете сделать так, что оно загрузится в другую операционку, оно будет совершенно другим, ну, для вас, это уже, там, скажем, я не могу сказать, что это невозможно на телефоне сделать, наверное, это можно, но хотя это, в принципе, особо, наверное, не рассматривается. То есть, в принципе, это ПК, тонкие клиенты, Zero клиенты и Raspberry Pi. Вот, а вот так, чтобы прямо телефоны преобразовывать. Совсем так, из области фантастики, да, есть дома большой, сейчас, особенно учитывая, что все сейчас еще и детей посадили на карантин, на домашнее обучение, то количество устройств дома все-таки, наверное, ограничено. А можно ли взять флешку, например, без проводной клавиатуры и попытаться с флешки загрузить, там, не знаю, Smart TV, так, чтобы он стал клиентом Stratodesk? Но вообще, вообще, вот если вернуться к этому слайду, то здесь вот упоминается вот устройство, которое, ну, скажем, на уровне флешки существует, может быть, это какая-то операционочка, там, либо вот есть Intel, ну, да, то есть, маленькие тоже компьютеры. Ну, в принципе, это специалии. Да, потому что, понимаешь, здесь, ну, хорошо, у кого-то есть, например, несколько ноутбуков, ноутбук, там, и планшеты, когда один ребенок, это еще более-менее, там, работает. Теперь представь ситуацию, оба взрослых сели на работу из дома, надо подключиться, есть двое детей, оба учатся в школе, ну, как минимум, надо иметь 4 компьютера или 4 каких-то устройства. Ну, а если есть телевизор, то было бы здорово попробовать, можно ли, лоткнув туда флешку USB-порт, попытаться с него загрузиться, чтобы это стало большим-большим, большим компьютером? Ну, здесь наверняка будет сильно зависеть от телевизора, то есть, во-первых, будет ли он уметь грузиться с флешки, а если умеет, то, ну, на базе какого процессора, потому что поддерживает, с одной стороны, огромное множество, но с другой стороны, ну, весьма определенное, то есть, это x86, ARM и Raspberry, то есть, если в телевизоре будет что-то другое. Ну, не пробовал, не видел такого, потому что, ну, по большому счету, если телевизор на платформе, например, Android, то, как бы, с точки зрения подключения к Citrix инфраструктуре, я проблем не вижу. Главное, клавиатуру беспроводную подключить, например, по Bluetooth к телевизору, и, соответственно, дальше можно запустить либо через HTML5, либо поставить андроидовский клиент и работать там с 55-дюймовым экраном. Просто, может быть, как раз пробовали, тестировали вариант с использованием. Можно, да, правильно, можно Raspberry Pi подключить к телевизору, получить рабочее место с большим экраном, как правильно Ярослав напоминает, но для этого надо Raspberry Pi иметь. Я имею в виду, что если вдруг случилась ситуация, что ничего нет, то каким образом можно попробовать задействовать телевизор в данной схеме, в данной схеме работы. Коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите, например, посмотреть какую-то часть меню, посмотреть функциональность, сейчас есть возможность Алексея попросить, чтобы он продемонстрировал нам то, что вам интересно. Пока, коллеги, думайте, если будут какие-то вопросы, вы в чат пишите. Я пока буквально еще покажу одну вещь, связанную с тем, что данное, например, устройство, оно, вы видите, подключено локально, а вот эти, например, устройства, которые у нас в группе Москва, они на самом деле находятся в Москве, то есть, когда у нас устройство проброшено через Cloud Extension, ну да, то есть, я нахожусь в Санкт-Петербурге и это устройство, оно проброшено через Cloud Extension, через интернет, то есть, и локальная сеть Wi-Fi, там, нашего коллеги другая, и шлюз, через который пришел это устройство, совсем другое. Тем не менее, через интернет можем управлять устройством, настраивать его, ребутить. Окей, есть еще вопросы. Значит, Ярослав спрашивает о возможности поддержки двухфакторной аутентификации, и есть ли какой-то список уже поддерживаемых, ну, условно, например, я не знаю, там, Aladin, Gemalto, там, еще что-нибудь. Так, вот, наверное, по более полному списку, я бы, наверное, попросил Пола поддержать. Я единственное, от себя быстро... Yeah, we have a question about support of multi-factor authentication. Do we have any list of supported solutions? Sorry, yeah, so, we've got built-in support for Imprivata. Ну, поддерживается Imprivata. And also, if you're using two-form factor via Citrix ADC, then that will also work. также это будет работать с многофакторной аутентификацией, если вы подключаетесь через ADC, то, в принципе, есть возможность построить решения, в которых требуется многофакторная аутентификация. Ну, и, соответственно, авторизация сквозная LDAP. Это следующий вопрос. Леш, можно ли... Так, там я понимаю, что Михаил просил, чтобы его тоже голосом включили, он еще хочет задать вопрос. Давайте. Михаил, у меня микрофон. Да, Я тогда сразу быстренько. У меня был вопрос там еще по, вот, если можно настроечки образов, там включить картинку. Леш, покажи, пожалуйста, экран с настройками образа. Здесь они лежат в разных местах, поэтому вы конкретизируете, а мы знаем, где вы. Да, хорошо. Значит, вопрос был в том плане, что там было на образе, значит, мы указываем, что либо устройство инсталлируется, либо мы просто временно загружаемся, да, то есть, как бы, это непосредственно под, как бы, настройку всего образа, или, ну, как бы, то есть, как вот клиент, допустим, мне надо, чтобы этот образ где-то, скажем так, инсталлировался, где-то временно загружался просто. Ну, сейчас, наверное, я попробую ответить, а потом, Леш, поправь меня. Здесь, скажем так, наверное, вариантов два. То есть, если вы хотите с него загрузиться, нужно делать USB-флешечку, и с него просто стартовать. А если вы хотите устройство полностью перепрошить, вот тогда надо будет заливать на него образ. Ну, Леш, если что, поправь, я могу... Я имею в виду, вот смотрите, мы создали образ, у нас есть варианты, да, там есть install, live, и варианты, как бы, для клиента. Я имею в виду, мне этот образ, например, одному человеку нужно на флешке, а другому, например, проинсталить. Так, сейчас, сейчас, я тоже подумаю. Так, ладно, пока ты ищешь, я, соответственно... Я еще сейчас сразу быстренько, если можно, пару вопросиков сразу. Вот по поводу лицензирования, вот в плане, вот хотел, если есть такая возможность. Юль, может быть, еще тебе придется подключиться, как это устройство лицензируется, это тоже был вопрос, и доступно ли это решение в Белоруссии. Да, доступно, конечно. Ну да, да, все, спасибо. Лицензируется, чем просто. Да, лицензируется, конечно, устройство, причем вы можете менять, она может сломаться, лицензия у вас числится в вашей панели управления всегда. Оно не привязано к физическому устройству. Выкинуть старое, переназначить эту лицензию на новое. То есть, очень удобно. Так, возможно ли приобретение решения и поддерживается оно в Белоруссии? Конечно, конечно, по всему миру поддерживается. На самом деле, у нас успешные миллионные проекты в Европе и Америке. все крупные компании сидят на нас. Наверное, здесь такой есть скрытый подтекст. Нет ли никаких функционных ограничений с точки зрения, что у нас тут некоторые страны поддерживаются, некоторые не поддерживаются. У нас нет. так. Окей. Вот, возвращаясь, Сергей, к вопросу, которые были заданы. Да, то есть, вы можете выбрать, вот у меня, если видите сейчас экранчик, то есть, я нахожусь в настройках определенной группы и вот для этой группы устройств я могу выбрать, они будут либо live загружаться, для другой группы устройств они будут именно инсталлиться. То есть, выбор у вас такой действительно есть. И еще, возвращаясь к вопросу по двухфакторной модификации, там был довольно большой список, как раз вот, когда вы рассматриваете, например, само подключение, ну вот, Workspace App, то, например, вы можете задать использование смарт-карт, и по смарт-картам здесь также, ну вот, большой выбор, тут и Gemalt указаны, и SafeNet карты. Gemalt и SafeNet сейчас одна компания, поэтому несколько попроще, да. Так, конкретизация вопроса про лицензии. требуется ли отдельно лицензировать Stratadesk центр, например, нужна работа, скажем так, инфраструктура на 100 рабочих мест, какие лицензии потребуются? Только вот лицензии Stratadesk на операционную систему или еще какие-то? То, что платформа управления, система управления автоматически входит в лицензию на Touch и поддержка. нужно будет приобрести соответственно только условно 100 лицензий на операционную систему, на эти устройства, которые, если что, могут предназначаться на другие устройства, если по каким-то причинам существующие выйдут из строя. А сам вот этот Touch центр, он уже входит в стоимость этих лицензий и, соответственно, поддержка. Так, настройка сетевых принтеров, драйвера необходимо настраивать отдельно или нет? Так, обычно там, по-моему, все-таки все опирается на капс вот эти вот Linux-драйвера, которые присутствуют, универсальные. Нет, у нас все включены, все драйвера всех известных компаний производителей принтеров. я и говорю. Мы сталкивались, была единственная проблема, это на стороне производителя принтера, но не у нас, поэтому у нас все поддерживается автоматически. Скорее всего, скажем так, я не сталкивался в данном случае с вашими Linux-овыми клиентами с этой проблемой, но здесь нужно смотреть на сам принтер как таковой. Иногда же бывают Windows-дамп принтеры, которые требуют только операционной системы Windows, чтобы они могли вообще хоть что-то напечатать. Возможно, с этими принтерами вообще глобально может быть у всех проблем. Поэтому смотреть нужно в том числе и на производителя. Обычно там ситуация такая, что принтеры, естественно, все разные и как бы есть какой-то набор очень основных функций печатать на каждой странице, на двух страницах цветная и черная. И вот эти настройки обычно укладываются в универсальные драйвера, которые на Linux уже предустановлены. Если там есть какие-то потребности по сшиванию и еще почему-то, то, наверное, таким драйверами вы не обойдетесь. Еще вопрос. Есть сотрудник, который будет работать дома со своего устройства, хотим сделать ему загрузочную флешку, какой нужен объем этой флешки? Леша, наверное, вот к тебе. Да, Леша, 4 килобайта, гигабайта. Гигабайта, сейчас килобайта уже, наверное, ничего не меряется. Ну, 4 гигабайта хватит точно, может быть, хватит 2, но лучше не экспериментировать, 4 вот взять. Юль, там, наверное, вопросы уже отдельные, это потом уровень цен посмотреть, и может быть, есть какой-то калькулятор для такого прикида, 100 пользователей это будет стоить 100, а 1000 это будет стоить 100. А у нас личное обращение, пожалуйста, все по почте обращаются. Юрий, напишите письмо на Юлию адрес, да, и, соответственно, она вам пришлет необходимую информацию. Так, а можно увидеть список портов принтеров? Там есть именно пункты CPIP или это только к локальным портам относится? Леша, покажи, пожалуйста. Так, вот наши принтеры, и вот то, что мы имеем. Remote Network принтер, да, туда будет IP-шный адрес. Ну и дальше вот он, URI. Так, коллеги, еще вопросы? Ну, пока коллеги пишут, то есть, с тем ПО, которые вы с портала скачиваете, прошивки, образа, то есть, очень часто, вот, ну, бывают такие паки, где у вас есть, например, ISOшка, это операционная система, которая должна устанавливаться на конечное устройство, с ней идут уже, ну, скрипты, разные программы, которым позволяют кастомизировать ISOшку, там, создавать USB-драйв, то есть, в принципе, вот, как раз, самая ISOшка полтора гига весит, ну, то есть, опять же, наверное, уже тяжело найти такие флешки на 2 гига, минимум 4, потому что, если брать что-то старое, то тут риск нарваться на то, что оно там полетит, так, Михаил еще просил ему включить микрофон, Михаил? Да, спасибо, еще, смотрите, у меня еще вопрос появился, после лицензии, так сказать, вот, смотрите, если я сейчас, например, как заказчик, и мне надо, как бы, вот, перевести всех на удаленку, да, но у меня в то же время все там на своих, там, Windows, там, и так далее, все привыкли, и так далее, то есть, как мне сейчас быстро, допустим, можно перейти, и если это какой-то, то есть, это сотруднику, соответственно, уже надо будет, как бы, привыкать, опять-таки, своим кнопочкам, иконочкам, или, ну, вот в этом плане, спасибо. А я, можно вам встречный вопрос задам, у вас сейчас инфраструктура физическая, или виртуальная, или виртуализация какая-то есть уже? Потому что, если физическая, вашей системы компьютерами, я вообще, как бы, как инженер, то есть, у нас, как бы, есть и такие, такие системы, просто, вот, я, допустим, хочу понимать, как бы, насколько это можно, ну, вообще, как бы, эксплуатировать, скажем так, в каких средах, и, скажем, перемещение, IT-сред, и так далее. Я просто почему спросил, потому что вопрос, он именно оттуда начинается, очень концептуально издалека, то есть, если у вас, ну, там, часть или целиком инфраструктура физическая, то вы сначала забудете с виртуализацией, выбираете для себя, там, бендора, будь это Citrix, или еще может быть что-то, то есть, это гипервизоры, система доставки, система удаленного доступа, там, как это все разворачивается, администрируется, назначается, и потом уже под это, непосредственно под исполнение, то есть, под конечные точки, вы, например, прибегаете к Stratodesk, так, чтобы конечные устройства ваших клиентов, которые домой переехали, они превратились в управляемые вам понятные устройства в едином парке, в единой системе управления, и они, например, подключаются уже к ресурсам, которые, как я до этого говорил, вы уже отдельно как-то развернули и настроили. Если у вас сейчас существует хотя бы частичная виртуализация, то ничего не меняется, то есть она у вас, по идее, должна иметь какую-то систему удаленного доступа, то есть какие-то гейтвеи, если это Citrix, там, может быть, Citrix ADC есть, и, опять же, ничего не меняется, вы подключаетесь к тем же ресурсам, но уже не с своего компьютера Windows, который ваш личный, а вы, например, подключаетесь туда с тонкого клиента, на которого загрузились, там, с флешки или что-то переустановили, у вас это устройство, оно чуть-чуть просто другой формы имеет, но сами ресурсы, они получаются. Не понял тогда, но я с флешки загружаюсь, и у меня переносится, вот именно мое рабочее место, не важно, там, он CentOS, Windows, или Linux, или вот оно переносится само, либо это все-таки, как бы, как отдельная операционная система, которая загружается, которая имеет свои, там, скажем так, программы, дисктопы и так далее. Ну, на самом деле, это очень урезанная операционная система, с функционалом, который достаточен для подключения к инфраструктуре виртуализации, будь то виртуализация Citrix, Microsoft, либо еще кого-то. И, соответственно, это используется исключительно, как точка доступа к тем ресурсам, которые развернуты, централизованы. Конечно, наверняка, браузер локальный есть, но основная задача в том, чтобы, если мы говорим про использование на домашних компьютерах, с точки зрения флешки, не смешивать работу с домашней личной жизнью и, соответственно, не подвергать риску, когда вам что-то взяли да изменили в вашем ноутбуке домашнем, который вы используете для чего-то своего личного. Если у вас нет инфраструктуры централизованной, то сначала надо подумать об этом шаге и только потом уже двигаться в сторону тонких клиентов. По поводу вопроса про флешку, вот коллеги сейчас проверили, Андрей, это другой инженер компании Оли, пишет, что на флешке, которая загрузочная, занята, точно 2,6 гигабайта, поэтому нужна 4-гигабайтная флешка. И есть еще вопрос, есть ли информация по поддержке МФУ плоттеров Epson, как сетевых, так и локальных, ну, например, Workforce Pro, там такая-то модель. Юрий, я думаю, что ребята посмотрят и, соответственно, вам тогда уже в личку напишут по тому e-mail, по которому вы регистрировались на мероприятии. Окей, коллеги, я смотрю, вопросов еще нет. Спасибо большое вам всем за активное участие. Постараемся вебинар выложить в записи в самое ближайшее время. Презентацию, как только коллеги мне пришлют, я ее выложу на sharefile. Если все произойдет быстро, то завтра вы презентацию уже получите. Если нет, значит, а послезавтра. И если можно, картинки там Юля обещала. Ну вот, Юля все, что, скажем так, она мне пришлет, я все выложу. Если чего-то там не хватит или вы ожидали больше, тогда напишите Юле напрямую, и она вам тогда уже потом добросит необходимый материал. Спасибо. Ну что, коллеги, спасибо большое, да. Спасибо. Юля, что ты еще хочешь сказать в качестве такого завершающего слова? Я хотела сказать, что все передам тебе, Сережа. Что-то пришло, что будет ко мне лично адресовано, на все отвечу, поэтому с удовольствием не стесняйтесь, пишите, обращайтесь с любыми вопросами. Да, коллеги, спасибо большое. Да, если есть пожелания на тему дальнейших вебинаров, что вас интересует, какие темы вам сейчас кажутся наиболее актуальными, может быть, какие-то решения именно Citrix, в частности, там, настройка, конфигурация, либо интересуют такие же партнерские решения, как сегодня, ну, не знаю, например, интеграция с графическими картами Nvidia, либо ATI, либо еще что-то из подобных тем. Напишите, мы постараемся максимально пользоваться тем, что вас интересует, отвечать на те вопросы, которые сейчас, те задачи, которые стоят перед вами. Еще раз большое спасибо, всем здоровья, держитесь, на улицу не выходите, не гуляйте, соответственно, да, сейчас есть хорошая возможность, соответственно, сидя дома, спасти человечество. Спасибо. Всем всего доброго, вам спасибо.